У нас сегодня в эфире очень интересный гость. И прежде всего я хочу, чтобы он сам вам представился, хотя я уверена, что многие знают его. Сначала узнали его по голосу, так как это сделала я, а потом уже узнали его и в кадре по его многочисленным видео, как информативным, так и музыкальным. Я слушаю и то, и другое с большим удовольствием. Юрий, вам слово. Здравствуйте все друзья вашего канала. Наталья, обязательно здравствуйте. Это очень важно в наше время. Чего я всем и желаю. Меня зовут Юрий Лир. Я давно и в большей или меньшей степени успешно проявляю себя в сетевом сообществе под разными именами, никами и так далее. В разных амплуа. Амплуа рассказчика, амплуа информатора, в амплуа человека, делящегося чем-то важным, сокровенным. Так что я готов сегодня общаться с вами на любые темы и отвечать на любые вопросы, которые будут заданы. Ну вот мы с вами, я не буду, так сказать, хранить это в секрете. Мы с вами пообщались до этого интервью и мы с вами договорились, что я приготовлю все-таки какие-то вопросы, чтобы наша беседа имела какое-то направление, правильно? Хотя импровизация всегда приветствуется. Честно говоря, я лично хотела узнать немножко больше о вас как о человеке. Вот именно из какой семьи вы родились, где вы росли, с чем вы росли, что на вас оказывало влияние и что вас привело вообще вот в эту обширную тему, о которой вы говорите так много на своем канале? Ну тогда мне придется достаточно обширно затрагивать разные аспекты моего самопроявления в этом мире и в этом бытие. Начнем с предложенной вами темы «Что за семья, в которой я появился на свет?» В принципе, обычная семья советских людей, у которых были свои разного рода проблемы существования, у кого их тогда не было. Были некоторые специфические нюансы, связанные с обстоятельствами моего появления на свет. Это было время специфическое. 59-й год, это был год. Мы с вами одного года рождения. Да, это были замечательные эксперименты над советскими людьми под эгидой Хрущевской «Как бы оттепели». И Никита такого наморозил в нашей замечательной советской стране, что вспоминали его потом еще очень долго. А вы родились все-таки в России? Нет, я родился в Латвии. Я родился в Риге. А, ну тогда это был Советский Союз, поняла. Да, в Риге, в Рижском роддоме, как полагается, меня приняли на свет и совершили при этом все необходимые процедуры, которые, к сожалению, были положены. Тогда невозможно было от этого отвертеться по многим причинам, в том числе по причине той, что моя мама была медикой. Уж она-то хорошо надзирала над тем, чтобы я получил во время и прививки, и нечто другое, что полагалось тогда. Ну, в общем, так мы можем очень подробно разбирать разные моменты моего появления на свет. Но самое главное, я появился, начался процесс адаптации, который проходил прямо с полугодовалого возраста, когда меня отдали в детский сад, чтобы я просто не помер с голоду в нашей семье. Были такие обстоятельства. Ну, потом все более-менее устаканилось, как-то жизнь продолжалась, многое улеглось, стало возможным быть почти как все. И дальше проходил обычный процесс учебы в школе, потом институт и многое другое. Это так, если... Ну, вот про институт мы все слышали, да, это авиационный институт. А вот что многое другое, и как вы пришли к изучению этого другое, что вам хотелось узнать, чего вам не хватало? Ну, хотелось узнать очень многое из того, что было для меня главным интересом в жизни, то есть непознанное. Это касалось в том числе и фантастики, которую я читал запоем и невероятно быстро. Я мог прочитать за день книжку довольно приличную, когда уже это вошло в привычку читать такую литературу. Я прочитал, например, всего Ивана Ефремова, всех классиков мировой фантастики, начиная с Жюля Верна и включая многих других. Тогда для вас это все еще оставалось фантастикой, или вы уже какие-то параллели с реальностью начинали видеть тогда? Вы знаете, это уже в то время было очень странное ощущение, что многое из этого я знаю, я просто знаю. Например, сейчас вряд ли кто-нибудь вспомнит такую книгу «Звездоплаватели». Она была написана в 59-м году и написана была еще под влиянием тех представлений о космических путешествиях. То есть это обычное ракетостроение и многое-многое другое. Автор книги, если я не ошибаюсь, Георгий Мартынов. И вот в этой книге, стоя на позициях знаний того времени, открытых, подчеркиваю, открытых знаний о взаимодействии человека с космосом, он умудрился обозначить несколько тем, связанных непосредственно с контактом представителей земной цивилизации с другими, близкими нам, родственными нам, в далеком космосе. Это было не просто интересно, это было выписано в таких деталях и с такими техническими подробностями, и с ориентацией на такую глубокую космофилософию. Мне тогда уже стало ясно, что я читаю что-то, что я хорошо знаю. Я уверяю ваших слушателей, что несмотря на некоторую архаичность стиля изложения, ну все-таки 50-е годы, хотя там блестящий, там первоклассный русский язык, вот все-таки в советское время умели писать, да, несмотря на все такое слегка странное для современного читателя, там те моменты книги, которые связаны, например, с инопланетными технологиями, с тем, как на самом деле представители гуманоидных цивилизаций, то есть близких к нам управляют космическими кораблями, это вдруг в 21 веке, когда началось раскрытие темы тайны космической программы, когда появились фотокадры с изображением пультов управления космическими кораблями разных гуманоидов, и вдруг ты видишь, что это ты читал в книге «Звездоплаватели», 59-й год. Поразительно. Да, это поразительно, это отдельная параллельная тема, как, каким образом писались, по крайней мере писались, такого рода книги. Прошли еще несколько книг, объединенных уже темой не просто и не столько полетов куда-то там в космос, а темой уже существования нашей цивилизации, по крайней мере в Солнечной системе. То есть выход землян в Солнечную систему, освоение планет, астероидов и многого другого. И самая потрясающая книга в этой серии, которая начала эту серию, называется «Геонея». Это книга о контакте землянина с представительницей цивилизации. Я сейчас не буду говорить, какой, иначе будет дисклеймер. То есть это невероятно было интересно читать. И за всем этим тоже чувствовалось нечто большее, чем фантастика. За этим чувствовалось какое-то знание, что-то в этом точно было. Так что книги такого рода в эпоху того времени, если угодно, и в период моего детства, отрочества, юности, это было фактически главным элементом, наполнявшим мое сознание и сферу моих интересов. Но многое другое тоже. Медицина, которую я изучал еще по книжкам в нашей домашней библиотеке, поскольку, я уже сказал, мама была медик. Поэтому книжки я медицинские читал сразу, как только научился читать. Понятно. Очень интересно. Хорошо. Вы много рассказываете о тайной космической программе. Вот как вы пришли к этому, как вы пришли к людям, которые непосредственно в этом были задействованы? И были ли вы лично в этом задействованы? Или все-таки вот эта информация как-то собиралась от тех задействованных людей? Я, наверное, начну с конца. Есть такое выражение, которое приписывается Митше или еще каким-то там персоналием. Если очень долго глядываться в бездну, бездна начинает глядываться в тебя. Понятно. И когда общаешься с людьми так или иначе, связанными с темой тайной космической программы, ты понимаешь, что и тебя эта тема не обошла вниманием. Так или иначе, ты в ней участвовал. Потом начинаешь вспоминать странности в своей жизни. Тем более, что есть что вспомнить. И да, ты понимаешь, что определенным образом был вход в эту тему. Вход в эту тему у каждого свой. Нам, людям советского времени, повезло в определенном смысле больше, поскольку нас не коснулось это так страшно, бесчеловечно и массово, как это коснулось прежде всего американцев. Прежде всего. Они хлебнули на всю катушку этого. Но, к сожалению, до этого был период довоенного взаимодействия нацистов с представителями чуждых нам цивилизаций. И в рамках этого взаимодействия невольными участниками тайной космической программы стали миллионы людей. Многие из них стали рабами, исполнителями технических программ, на которых строилась технология отколовшейся цивилизации, будущей, нацистской. Некоторые из них стали просто товаром, которым торговали с другими звездными системами. Некоторые из них стали товаром в худшем смысле в виде мяса. Кошмар. И нас, людей советского времени, повторяю еще раз, в значительной степени это не коснулось. У нас были свои заморочки. Советский Союз тоже участвовал в всех этих делах. Но так, отмороженно, простите, этого не было у нас. Тем не менее, были те или иные виды взаимодействия с чем-то, что мы называем непознанное и многое другое. Вся уфология в Советском Союзе, будем говорить об этом, она находилась плотно под колпаком тех структур, которые в советской системе заведовали, скажем так, определенными видами взаимодействия с западной частью тайной космической программы. И это было везде. И с главной целью не допустить никакой утечки информации даже на один процент из ста. А в случае, если это неизбежно, устранить носителя такого рода информации. Каким-нибудь образом. В том числе, в конце концов, и физическим. Таковы были реалии того времени. К нашему счастью, сейчас, в последние годы, это уже изменилось в лучшую сторону. Уже можно не ожидать плазменного заряда между лопаток, который прожигает твое тонкое тело, и потом ты медленно-медленно, мучительно превращаешься в ходячий труд. Или еще какие-нибудь варианты. Так вот, входить серьезно в эту тему, я начал, наверное, еще участь в школе, потому что были очень странные события. Кое-что я в каком-то интервью рассказал, когда зимой шел из школы. Это был где-то третий-четвертый класс. И была ночь, такая уже явная, на небе светил Орион. И вот по дороге из школы домой, это максимум пять минут. Потому что у нас был маленький поселок, школа была рядом с домом. Но я шел полчаса, как потом выяснилось. То есть где-то эти минуты потерялись. И когда я пришел домой, в конце концов, у меня было абсолютное ощущение, что я пришел куда-то не туда. Потом это все как-то сгладилось, забылось. Но вот в последнее время, когда ты начинаешь сканировать свое прошлое, это вспоминается. Удивительным образом. То есть, казалось бы, как ты мог это запомнить? Вот запомнилось. Были другие какие-то странные моменты, о которых я тоже рассказывал, когда я оказался в ситуации, которая должна была закончиться, наездом на меня тяжелого грузовика. Но это не произошло. И к моему изумлению, и к изумлению нашей поселковой публики, я вдруг каким-то невероятным образом оказался на два метра дальше этого движущегося предмета. И так далее. Были другие какие-то странные варианты. А потом, когда уже была школа, и началась череда всяких увлечений, техникой, авиацией, космонавтикой, в восьмом классе учаясь, я поступил в клуб юных авиаторов при Институте гражданской авиации Рижском, Краснознамённом. И три года отучился перед поступлением в институт. Параллельно я сдавал экзамены для поступления в Московский военный институт переводчиков и Атташе, куда меня готовы были принять без конкурса за вполне приличное знание английского языка. Но выбор все-таки оказался в сторону авиации, где, к счастью, мне удалось вместе с образованием, полученным в области авиационного, радиоэлектронного и радиокосмического оборудования, получить еще и развитие своих навыков английского языка уже специального. И потом это все, конечно, пригодилось. Ну а там, где авиация и космонавтика, там всегда что-то необычное, там всегда что-то может быть, там всегда могут быть встречи с интересными людьми, которые по большому секрету могут что-то рассказать. У нас таких людей в институте было достаточно много. А когда, кроме всего прочего, кроме и художественной самодеятельности, в которой участвовал, и обучения языкам, и кроме того, о чем я рассказывал в совсем недавнем интервью для Марины Малини, там, ну вы понимаете, эти юношеские романтические увлечения, да, кроме этого еще и была работа в редакции газеты «Инженер Аэрофлота», где нас учили очень серьезно журналистскому ремеслу, то это позволяло общаться с носителями интересной информации не просто по-дружески, но уже более-менее профессионально, включая и правильное взятие интервью. А у меня был магнитофон с микрофоном свой собственный. То есть все это было на руку. И все работало. Юрий, вот такой вопрос. А вы вообще пишете какие-то свои книги, может быть, статьи и так далее, где вы немножко более подробно обо всем говорите, вот в детали входитесь, входите или вы все-таки держите это вот на таком уровне, вот как сейчас? Кое-что написано в виде таких коротких прозаических произведений и помещено из того, что можно, ну, скажем так, выдать в эфир. На сайте, на моем сайте, на портале стихи.ру и проза.ру. Там, правда, у меня другой позывной. Я очень не люблю все эти помпезности с авторством и прочими делами и с постоянными номинациями на что-нибудь. Ну, там возможно дать людям ссылку, чтобы они имели возможность это почитать? Да, вполне. Тогда мы ее оставим под видео, хорошо? Ради бога, хорошо. Так, вот, возвращаясь к интервью с Мариной Маленья, вы там упомянули, что Земля, значит, это все-таки сфера, это не плоская Земля, да, и что состоит она из кристаллов, пятиугольных и так далее. Вот есть ли какое-то визуальное подтверждение этому? Вот какие-то фотографии из космоса? Или вот как? Как можно сказать, что да, это действительно так? Во-первых, такие фотографии есть. И сделаны они в эпоху, когда, простите, интернета не было. 87-й, 88-й, 89-й год. Я говорю о тех фотографиях, которые я в руки получил от руководителя весьма серьезной структуры. Это была такая, значит, мощная научно-исследовательская группировка под названием «Созвездие». И руководил им человек по фамилии Мусатов. Да. Кому интересно, посмотрите, что это за структура была. Так вот, в число ее интересов входило и курирование запусков искусственных спутников в сторону Марса. Пресловутый Фобос-1, Фобос-2, которые плохо кончили. И вот из рук уважаемого господина Мусатова, тогда еще товарища, я получил эти фотографии, которые потом стали уже очень известными всему миру благодаря публикациям Марины Попович, которая очень много сделала для уфологии Советского Союза и потом России. Тогда эти фотографии передавались из рук в руки и по очень большому, так сказать, доверию. Так вот, кроме... В наше время они не опубликованы нигде? Нет, они... Если говорить о фотографиях, связанных с Фобосом-2, который, в конце концов, плохо кончил, как и Фобос-1, то это те фотографии, на которых запечатлено веретенообразное нечто. это был второй или с конца, или первый с конца фотоснимок этой станции. И потом она прекратила свое существование. То есть она сняла какой-то объект, после чего с ней что-то произошло. Там еще были несколько фотографий снятых ну, скажем так, окрестностей Марса. Не менее интересных. О них говорят гораздо меньше, хотя, на мой взгляд, там тоже очень много интересного и важного. Я имею в виду в том числе и фотографии, которые мне были показаны в виде отображающим Землю с довольно приличного расстояния. Вот было интересно именно то, что с такого расстояния официально ни один советский спутник Землю не снимал. Ну, мне это было достаточно известно. Хорошо. Я все-таки тем интересовался. И вдруг я получаю фотографию, и мне человек говорит, что это снято с такого-то расстояния. Так, думаю, интересно. Ну, мы с ним кое о чем еще побеседовали, после чего мне стало ясно, что советская официальная космическая программа это что-то вроде ширмы, за которой есть что-то очень-очень интересное, о чем совершенно не говорят и не собираются рассказывать советскому народу. хотя за счет гигантского бюджета именно вынимавшегося из советского бюджета строилась эта тайная космическая программа. Гигантские средства туда уходили. Если бы они туда не уходили, советский народ жил бы при коммунизме действительно еще в 80-м году это абсолютно точно. Плюс скрытые технологии и мы бы действительно жили бы лучше всех в мире. Но, пардон, сослагательное наклонение. Да, понятно. Так вот, на тех фотографиях, которые мне показывал Дмитрий Иванович Масатов была видна Земля в разных положениях, ракурсах, при разном освещении и с применением технологий, которые позволяли структурировать изображение и все это давало представление о том, что Земля это, конечно же, не идеальная сфера. Безусловно. что там есть некоторые выпуклости, некоторые вогнутости и еще кое-что, что превращает это объемное тело в геоид. Да, вы обернули этот термин. Я его давно изучила. Да, давно изучен. Он прекрасно известен в геоастрофизике. И об этом я разговаривал с еще одним ученым советской школы. человек все-таки занимался серьезнейшей наукой, значительная часть которой работала на военную сферу, а вот все, что касается военной сферы, там без дураков, понимаете? И все эти специфические траектории полета ракет и многое-многое другое, это реально, это разрабатывалось для того, чтобы попадать с точностью до метра, куда надо. Поэтому это серьезная наука. Понятно. И, значит, Дмитриев рассказывал о многом, что, может быть, имеет смысл оговорить в какой-нибудь другой беседе касательно особенностей формы Земли в определенных участках этого георида. Особенностях исчисления определенного, определенных параметров Земли относительно планет Солнечной системы. Вот о чем действительно можно поговорить. И тогда многое будет становиться на свое место. И тогда, кстати, более будет понятна роль и место Земли и в Солнечной системе. И Солнечной системы в нашей галактике и так далее. О чем я тоже как-то говорил. Это очень важно понимать. Потому что здесь не бывает случайностей. и завершу я свою эту, извините, длиннословную тираду тем, что все, о чем я говорю, поверено серьезной высокой наукой, которая не занималась исследованием или сравнительными какими-нибудь вариантами каких-то теорий. Это прикладные формы науки, дававшие и дающие колоссальный предметный выход. Другое дело, что нам далеко не все рассказывается из этих наук, прикладная часть которых практически вся находится под крышей тайной космической программы. А уж там-то все известно до микрона. И это факт. Мой следующий вопрос, опять же, касательно Земли. Есть такие теории, которые говорят о том, что Земля наша полая и что там проживают какие-то еще дополнительные цивилизации, что у них там даже есть свое солнце и так далее. Верите ли вы в это? Есть ли у вас какие-то подтверждения этому, какие-то научные доказательства того, что это существует или нет? Я позволю себе начать с завершения предыдущей темы о форме Земли. Да. Здесь очень многое специально наворочено таким образом для отвлечения сознаний людей от самого насущного, для вовлечения их в столкновение идей, мнений, выяснения, кто прав, кто виноват. Это одна из форм отвлечения сознаний людей от архинасущного, от понимания своего собственного места в этом мире, своей функции, если угодно миссии, и от того, что ты ответственен за все, что связано с твоим пребыванием в этом мире. И так далее. Это то, что мы называем сегодня экзотерическая часть эзотерической функции человека на Земле. Далее. Не в последнюю очередь эта система манипулирования сознания основана на элементах так называемой программы Пересмешник. Это программа, разрабатывавшаяся по заказу ЦРУ разными специфическими организациями и не только в Соединенных Штатах Америки. В ней участвовала и советская система такого же рода рассредоточения внимания. Вспомним, что у нас в свое время было с уфологией, которая сначала после появления была научной, а потом стала запретной и осмеиваемой. Правильно? Да. Это факт? Да. Так вот, в рамках всей этой крутой мешанины замешано очень многое, в том числе в виде вбросов из прадревнейшего знания об эволюции и Солнечной системы и нашей планеты. Как это все происходило? Так вот, существует в том числе и такого рода космология, который говорит о том, что Солнечная система нашего последнего вида, а до этого были другие варианты, в которых роль центрального светила исполняли другие планеты, именно планеты. И в этом смысле космогоническая концепция розенкрейцеров говорит абсолютно точно, правду говорит, которую надо просто правильно понимать. так вот, когда формировалась Солнечная система по определенным законам, многие из которых знают наши физики, действительно был период, когда центробежные силы давали такой мощный выплеск солнечного вещества, что попадая на определенное расстояние от Солнца, это вещество вращаясь, имело форму дисков, то есть дисковидные образования, которые потом в полном согласии с принципами и законами формирования космических тел приобретали уже форму объемную, близкую к сферической. Вот так. Надо аккуратно завершить эту тему и здесь поставить многоточие. А теперь возвращаемся к теме полой Земли. это никакая не фантастика. Если очень тщательно, стоя твердо на почве нормальной геофизики, на почве науки, знающей много о принципах формирования внутренних структур планет, все это рассматривать, да мы сразу придем к пониманию того, что неизбежны образования пустот внутри твердого тела формирующейся планеты. Это просто неизбежно. Так формируются планеты нашего типа плотного. В отличие от планет газообразных, таких как Юпитер и Сатурн и ряда других. А планеты нашего типа формируются именно так. Поэтому можно говорить о том, что да, там есть пустоты. Они имеют форму неправильных сот. И каждая из таких сот может иметь размеры колоссальные просто, непредставимые по масштабам для человека, не подозревающего о том, чем наполнена структура нашей планеты. Далее, если говорить с точки зрения науки о протоцивилизациях, которая тоже была в загоне, и мы знаем, как это делалось на протяжении очень долгого времени, когда нельзя было говорить об артефактах, когда создавались целые институты, охотившиеся за такого рода артефактами, доказывавшими существование прежних цивилизаций, и то, что они обладали супертехнологиями, что там были гигантские люди и все остальное, это пример, это Смитсоновский институт с сомнительной репутацией затаптывателя и уничтожителя разного рода артефактов. Тем не менее, правда прорывается, и таким прорывом, кстати, для советских людей был фильм Эриха фон Деникина «Воспоминания о будущем». Думаю, что вы смотрели его. Вот этот фильм на меня произвел просто потрясающее впечатление. Вот после него я проснулся окончательно, и я начал искать во всех этих направлениях, которые там были обозначены. Более того, в этом фильме участвовал советский ученый Вячеслав Зайцев. Вот помните, там был такой кусочек? Да. Там был и Казанцев, который рассказывал о своей версии взрыва над Тунгусской. И там был Вячеслав Зайцев, который сделал параллель между ангелами и инопланетянами. Так вот, с Вячеславом Зайцевым я лично был знаком. Понимаете, какая штука? Да, да. То есть, мир тесен оказалось. И он рассказал мне, конечно, гораздо больше, чем то, что поведал Деникин в этом фильме. И потом очень обрадовался, что он много не рассказал. Потому что Деникин обвел его вокруг пальца. Он обещал ему заплатить. А для него это было очень важно. Для того, чтобы он науку свою двигал. Ничего он не заплатил. Он остался, как говорится, ни с чем. Но вот так вот бывает. Там есть намек и о цивилизациях, действительно, живущих глубоко под землей. Есть такие цивилизации до сих пор, безусловно. Это так называемая условная сеть Агарты. Их можно называть по-разному. Но все это действительно присутствует. Их история теснейшим образом связана с историей мета-человечества Земли. С историей многочисленных катаклизмов, которые с лица Земли стирали не только те цивилизации, те человечества, но и цивилизации, и представители других космических рас, которые были здесь на Земле, и которые устраивали здесь свои Эдемы, так называемые. То есть исследовательские базы. Вот что такое Эдем на самом деле. Их всех стирало. И в результате некоторые из представителей тех цивилизаций или улетали в глубокий космос, ища себе там пристанище, или уходили вглубь под землю, образовывая свои там структуры собственной цивилизации. Некоторые из них, обладая специфическими, специальными технологиями, даже отграничивали себя от физики Земли особым пузырем таким, со своим пространством и временем. Они находятся не в нашем пространстве и времени, но представляют из себя человеческий род. Все упирается только в обладание энергиями и умением их использовать. Любые технологии это прежде всего энергии. И когда правильная цивилизация доходит до получения энергии так называемой нулевой точки, то есть возможность получать любое, я для ваших слушателей подчеркиваю, любое количество энергии, даже то, которое мы в нулях описать не можем, легко и свободно с помощью какого-нибудь там приборчика размером со спичечную коробочку, а то и меньше. Вот такие есть технологии. Понятно. Тогда все возможно, тогда можно управлять пространством, временем, их координатами, их какими-то специфическими полевыми структурами, чем угодно. Понятно. Давайте вот спустимся сейчас на нашу грешную землю и поговорим немножко о том, что сейчас происходит вообще на нашей планете. Кто эти люди, нелюди, кто запустили вот эти процессы и почему эти процессы невозможно остановить, почему они во всех странах проходят одинаково, вот конкретно Турцию тоже вот на днях уже поделили у нас теперь на зоны и я, как я сказал в моем предыдущем видео, не знаю ни одного заболевшего в моем районе, но мы находимся в красной зоне. Я не отрицаю этот вирус, он действительно есть, уже многие ученые сказали о том, что он был создан, но вот все-таки что происходит и когда будет этому конец и какой он будет? Происходит то, что открытым текстом, без обиняков, объявил господин Шваб, организатор Всемирного Экономического Форума, да? Да. Не стесняясь. То есть мы используем это, а как это было организовано, перед этим открытым текстом всему миру рассказывал и господин хозяин микроскопического софта, правильно? За несколько лет, а перед этим в сентябре 2020 года был этот клуб совершенно замечательных людей, которые еще более точно объявил, что мы теперь будем делать, как это все будет проходить. А перед этим человечеству были показаны якобы фантастические фильмы, в которых даже еще более предметно и точно было показано, как это все будет организовываться. И человечество все это скушало, не выразило своей негативной реакции, возмущения своего по поводу этого. А вот с точки зрения некоторых принципов и законов, значит, человечество это одобрило. Не было возмущения, не было протеста глобального. Но ведь у нас никто не спрашивал разрешение как такового, нам же не сказали, что вот это будет ваше будущее. Нам показали картинку, мы ее посмотрели, но никто не спросил. нам сказали гораздо раньше, в начале 90-х годов, агенда 21, то есть программа действий для 21 века. Это программа ООН. Эта программа была разослана всем странам, и все подчинились. Об этой программе было известно очень многим людям, даже не на самом верху, на более низких уровнях, и все сидели и тихо кушали эту программу. А когда она начала реализовываться, начали разводить руками, как это, что это происходит, мы не понимаем. Они все делают открыто, они не могут по-другому. Когда мы говорим о ней, для меня все эти лица, которые вы назвали, я не буду их повторять, чтобы не привлекать ненужное внимание к моему каналу, ведь это только лица, это ширма, за которой что-то стоит другое. Что это? Это земное, неземное, что это такое? Это и то, и другое. И это, конечно же, тайная космическая программа, которая является фактически истинным айсбергом, вершинку которого нам показывают. И там совсем другой уровень принятия решения. Представьте себе уровень этой программы, где идет торговля с другими звездными системами, галактиками и участками Вселенной на квадриллионы долларов. Это по минимуму. представили? А вот теперь вы можете представить уровень и тип сознания этих людей, которые ворочают такими цифрами, и для которых Земля это просто ресурс. Человечество это тоже ресурс. Некоторых на мясо, некоторых рабами на другие звездные системы, некоторых на киборгов и так далее. Вот их принцип отношения к человечеству этой планеты. Кроме того, они давно уже обладая частными структурами в рамках тайно-космической программы, а все это называется МКК, межпланетный корпоративный конгломерат, обладают своими собственными планетами, где у них собственный рай и все остальное, где они являются хозяевами, понимаете? Ну, что для них земля? Ну, что для них земля? Вот такой уровень понимания проблемы. Теперь, являются ли они истинными хозяевами или ответственными лицами за то, что они сейчас продавливают? Нет, конечно, они являются, даже при всем своем материальном и технологическом могуществе, они являются все-таки второстепенными лицами. Здесь, конечно же, проявлен интерес, воля и намерения цивилизаций и космических расчуждых нам, которые тоже нас рассматривают именно так и еще более так, чем те, о которых я сказал только что. для них мы сотни миллионов людей, сотни миллионов лет, мы люди являемся ресурсом, планета является ресурсом. И это для них рядовое явление, потому что это их принцип освоения космоса. Ну, хорошо, если мы для них ресурс, почему же тогда ставятся вопросы о депопуляции планеты? То есть, ну, собственно говоря, убирание нас с лица этой планеты. У них что, какие-то свои планы на эту планету, или же это угроза только, или это, в общем, что это? это реализация их планов, которые они осуществляют регулярно. Это не первый раз. Но сейчас ситуация, она особенная, потому что все происходит в преддверии так называемого солнечного события, которое неизбежно, и о нем знают и земные ученые, знают еще с 50-х годов. А что это событие? Это переход Солнца квантовым образом в другое энергетическое состояние сразу в класс белых звезд, белоголубых. И это квантовый процесс. Как это происходит, каким образом, все это прекрасно известно в рамках тайной космической программы, и многое известно в рамках обычной нашей земной науки. Кое-что написано открытым текстом в донесениях инсайдеров, таких как Дэниел, эта информация доступна вполне, ссылка на нее может быть она. Фамилию его, чтобы поискать на интернет. Это имя инсайдера, у инсайдеров есть имя, и все не обязательно, что это его настоящее имя. Но ссылку я вам пошлю, она вполне доступна, и там на этой ссылке очень много других материалов ссылочных, которые веером сразу обозначают многие направления в рамках тайной космической программы, включая пси-технологии, это проекты Монтог, Радуга, Феникс, ряд других, это технологии управления временем, это технологии управления пространством и временем, многое-многое другое. Там все это обозначено и даны конкретные ссылки на материалы. Там же даны представления о реальной, настоящей астрофизике, как на самом деле развиваются звезды. Это, конечно, категорически не так, как нам говорит замечательная Нобелевская наука, что в ней куча проблем, куча нестыковок, ради объяснения которых эта Нобелевская наука встает на уши, чтобы нам что-то хоть объяснить, а в рамках нормальной астрофизической теории и практики эволюции звезд ничего такого нет, там все понятно, там даже может быть настолько понятно, что школьник может это понять, вот это и опасно, вот не надо, чтобы мы так понимали, понимаете? И это касается, кстати, всех наук. У нас все науки, которые, не коснись, от истории с ее враньем о предыдущей цивилизации, которые каменными топорами пирамиды строили, или еще что-нибудь такое, до медицины, которая заведена в тупики узких специальностей, в которых люди не понимают, что творится в соседней специальности, а значит, не отвечают за конечный результат, и так далее, и так далее, включая математику, физику, психологию, наука ни о чем. С точки зрения нобелевской науки души не существует. Хорошо, Юрий, вот еще такой вопрос мне пришел в голову. Значит, вот те силы, которые сейчас пытаются, ну, будем так говорить, проредить значительно человечество, ведь у них в руках такие технологии, они могли это сделать любым другим способом, каким-то излучением волновым, чем угодно. Правильно? Правильно. Конечно. Почему они запустили этот вирус? И еще к этому вопросу, когда вы будете рассказывать, как вы считаете, какой метод заражения этим вирусом, он действительно вот такой, вот, как говорится, воздушно-капельный, или все-таки как-то на людей воздействует? Потому что, вот мы знаем, допустим, в Италии очень много, вот там очень много, там очень много, а у нас нормально? Здесь не может быть однозначного ответа на этот поливариативный вопрос. Объясняю, почему. Насчет, почему нас до сих пор не убрали, убирали. Человечество с Земли убирали сотнями миллионов. Я уже упомянул о том, что целые цивилизации сметались. И в результате войн, в том числе, в том числе войн других цивилизаций, других космических рас за обладание нашей планетой. И эти войны приводили к исчезновению просто целых космических рас здесь и цивилизаций, и человечеств. Это было. Далее, почему таким образом и как это может быть интерпретировано? И это тоже нам все показали в разных квазифантастических сериалах. Посмотрите секретные материалы. Там про очень многое показано. Там показан заговор против человечества. Там даже показано это вещество, которое может быть использовано против человечества. Это 90-е годы. Дальше. Десятый сезон секретных материалов. Да там просто в открытую показали, что с неба вот эти вот ребята что-то распыляют и начинаются такого рода заболевания. Я тут ничего не придумываю. И случайностей тут таких не бывает. Простите. Далее. В 2008 по-моему году вышел фильм Ядовитое небо Toxic Skies. Да там уже почти все ответы на эти вопросы. Ну почти. Включая, кстати, ответ на вопрос а почему те, кто за всем этим стоит не боятся этим заболеть. Там ответы на этот вопрос дам. Посмотрите фильм. Я не буду дисклеймер вам устраивать. Далее. Если все это нам показано, это не значит, что нам показано все. И то, что сейчас происходит, это включение дополнительных технологий, которые применяются для инициирования тех или иных форм проявления тех или иных патогенов, которыми мы дышим по крайней мере с начала 2000-х годов вот в чем дело, вот в чем суть того, что нам показали. Это все давно внутри нас. Оно ждало инициирующих сигналов. Как только пришел час Х, сигналы пошли со спутников, которые дают возможность прицельного воздействия на целые регионы, где симптоматика будет отличаться от другого региона, потому что туда послан такой сигнал, а туда будет послан другой сигнал. Там откликнутся одни элементы той программы, которая внутри нас благодаря этой небесной радости, а в другом регионе откликнется другая программа. И все это давно известно, в том числе тем, кто работает на комплексах биорезонансных, где все это можно выявить по титрам, посмотреть, какие спектры работают. Понимаете? Это не фрики, это серьезные люди с медицинским образованием. Они понимают, что они видят. Ну и простите, есть уже совсем смешные варианты, когда Трамп просто обозначил эту тему, он ее произнес вслух. Только надо понимать, что нам говорят. И, извините, я сейчас сделаю поярче свое изображение, а то отлично. Да, да, очень хорошо. Только один маленький нюанс. было выяснено, что препарат, который был разработан для борьбы с вирусом Эбола, оказался совершенно случайно, абсолютно совершенно случайно, оказался малоэффективным. При сумасшедших затратах на этот препарат, сумасшедших, он малоэффективен. Ну, бывает, чего в науке не бывает. Зато Трамп вслух произнес, что этот препарат показал хорошие результаты при использовании против бананафикуса. Мне это не приснилось, это весь мир слышал. И это тихо, 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 тихо замолчали. Начались какие-то странные вопли. Нет, они не только замолчали, они еще и запретили продавать этот препарат во многих странах. Я знаю, что в Астралии просто запретили они показали, кто в доме хозяин. Точно так же совсем недавно рот заткнули Нобелевскому лауреату, который вирус СПИД якобы открыл. Его просто обрубили. Все, его больше нет в информационном пространстве. Вот как они работают. Но самое интересное, вот что, начиная, по крайней мере, с 2014 года, люди, которых я лично знаю, которые работают на пиорезонансных комплексах исследовательских, и у нас здесь, и в России, и в других местах, они начали наблюдать у пациентов, которые к ним приходили на диагностику, читали титр Эбола, Эбола, Эбола. У всех начало читаться. Симптомов нет, титр есть. Если бы у одного, а то начало читаться у всех в определенные моменты. Как пролетают вот эти вот ребята там с белыми линиями. Так приходят пациенты вот с такими делами. Опа! И что с этим делать? Ну, есть варианты, что с этим делать. Но вот вам смыкание разрозненных, казалось бы, фактов, да? И вот ответ на вопрос, почему это работает. Да потому, что то, чем мы дышим, по спектру совпадает с Эболой, но таковой не является. но это значит, что она имеет в себе такую патогенность. Потенциал. Важно, как мы это определяем. Вирус, бактерия, рикетция, там еще что-нибудь такое, да? Важно, что этот патоген настолько вирулентен, что он читается, как воздействие Эболы. В потенции. А мы все этим начинены. Вот вам, пожалуйста. Это только один маленький нюанс. Теперь дальше. А что вы думаете по поводу втыканий и его состава? Что он делает? Чем он нам грозит? Если говорить строго научно, миру не предъявлено ничего толком насчет содержания вот этого компота. И это и является самым важным и после чего уже все остальное менее важно. то есть если речь идет о якобы защите нашего здоровья, мы имеем абсолютно полное право получить информацию о том, что там находится. Если нас лишают такой возможности, значит это направлено против нас. Других вариантов не может быть с точки зрения международной юриспруденции. Это факт. Любой юрист вам это скажет. И потом бесплатно никогда ничего хорошего нам никогда не давалось. С чего вдруг это будут делать сейчас? Тем более при таком нажиме, когда идет настолько мощный прессинг, который может быть объяснен только одним вариантом обведения военного положения. Но ведь оно не объявлено. Правильно? Да. А раз оно не объявлено, простите, мы находимся в юридическом пространстве невоенного положения, значит мы юридически имеем право требовать назвать нам полный состав этого компота. И подтверждение этого независимой экспертизой есть и такое понятие. Если этого не происходит, значит идет бесчеловечное наступление на нас. и мы не только имеем право, мы обязаны объединиться в нашем сопротивлении. Вот что является ключевым моментом, который объясняет очень многое, в том числе и в том, почему это допущено или, как говорят, попущено. Почему нас не уничтожили до сих пор, в том числе потому, что есть силы противодействующие захватчикам и насильникам, эксплуататорам, которые грабят планету и человечество сотни миллионов лет. Если бы не их помощь, если бы не их поддержка, нас бы тут давно уже не было, тут была бы другая биосфера. Вот в чем дело. Но те, кто нас поддерживают, они-то выполняют законы космоса, а эти их игнорируют. Понятно. Но существует чрезвычайно тонкая сфера космической этики и дипломатии. Нам неизвестно многое из этого. К сожалению, хотя я считаю, надо было бы, кое-что стало известно с появлением в доступе свободном так называемой книге единого или книге Ра. Там многое сказано об этих законах. В том числе, почему эти злыдни обязаны все-таки нам рассказывать о том, что они с нами собираются сделать или уже делают. Обязаны рассказывать о технологиях тайной космической программы. В этом законе не сказано, как они это должны делать. Они используют эту уловку и показывают в виде фантастики, комиксов и многого другого. Ну хорошо, Юрий, тогда ведь у нас есть право тоже заявить о том, что мы не согласны вот так вот вслух и сказать, что я не подчиняюсь вашим законам, я живу по своим законам. Ведь мы это тоже можем делать, если они могут, значит мы тоже можем. И вообще, мне кажется, противостояние у человека должно быть в первую очередь в его сознании. Вот он даже не произнося это, он должен думать, что никогда я не подчинюсь этим законам, что бы мне это не стоило. Все правильно. В вашей тираде самое главное слово думать. Как часто приходится слышать сегодня от людей, спрашивать человека, как ты мог это сделать, а я не подумал. Ты человек или ты кто? Человек это существо, обладающее возможностью думать и использовать процесс думания для того, чтобы по крайней мере собственную жизнь не усложнять. А если ты делаешь не думая, с тобой можно сделать все, что угодно. И никто за тебя думать не будет. Вот в чем трагический момент сегодняшнего переходного периода. и в этом переходном периоде действительно допущены эти обстоятельства. Они допущены, но они контролируются, я вас уверяю, они контролируются. Они не перейдут в фазу, к которой все готовилось и о которой в 1980 году в штате Джорджия в виде скрижалей Джорджии было написано абсолютно точно. На земле никогда не должно быть больше 500 миллионов человек. Эти скрижали стоят до сих пор. Вот, меня тоже всегда это волнует. Почему эти скрижали до сих пор стоят? Давно уже народ должен был прийти и снести этих скрижалей. Кстати, была одна фотография где-то на интернете на вот этих скрижалях было написано «Иди ты туда-то, я хочу жить». Попадалась вам такая фотография? Конечно, безусловно. И пока ничего не нет. Это нужно было вообще снести. Потому что это самое простое. Приехать, взять флакончик с краской, что там сделать. А вот гораздо труднее осознать себя частью единого человечества Земли, отбросить все предубеждения, все какие-то заморочки религиозного, кланового принципа, еще чего-нибудь, и понять, что сейчас момент истины. Мы должны выжить как человечество, которым нас воспринимают те, кто жизнь свою в том числе положил многими-многими сотнями тысяч за наше будущее, за наше спасение, которые приходили и приходят, воплощаются здесь с таких высот, мы осмыслить их не можем. А они сюда приходили, воплощаются в земное тело для того, чтобы дать возможность пробудиться тем, кто здесь живет. И вот это главный момент. Это допущено для того, чтобы человечество встряхнулось настолько, чтобы, по крайней мере, перед угрозой смертельной опасности, уничтожение 90% народа населения, чтобы хотя бы это воздействовало на массы, пробудило их в желании выжить. А желание выжить сегодня можно реализовать только одним образом, объединившись, устранить все, что мешает, все, что несущественно. Вот о чем идет речь, вот что главное в нашем с вами разговоре, понимаете? Да, да, и он, кстати, очень хорошо получился. Мне кажется, мы прям вот нашли эту ту самую волну, которую я хотела найти. И вот вы знаете, я еще хочу добавить одну такую фразу. Мне ее сказала одна молодая женщина, она меня, эта фраза сразила просто молнией. У Бога нет других рук, кроме наших. Вот я в это верю. Мы сами должны сейчас вспомнить, что мы люди, мы человеки, мы горды, потому что мы дети Творца, и мы должны встать на свою защиту. Я скажу больше того, в человечестве есть это знание, и это знание во всех культурах, настоящих, мощных культурах, которые веками, тысячелетиями, эонами создавались эти культуры, метакультуры. Есть знание о том, что Творец находится внутри каждого из нас. Прости, две тысячи лет назад точно было сказано, где Царство Небесное. Абсолютно. Дальше современное знание о человеческом микрокосмосе и о его связи с Великим космосом знает точно, где этот принцип космический есть, где расположено это зерно Творца в нас, в котором он в нас присутствует сам. Это в левом желудочке сердца каждого человека, который не потерял эту священную, драгоценную космическую частицу, которая оживляет нас, делает нас настоящими людьми с большой буквы, благодаря которой мы не просто тепленькие, а мы можем гореть, излучать такую энергию, которая не снилась даже тем, кто сюда на космических кораблях приземляется и делает какие-то для нас чудеса. Им эта энергия непонятна, они приземляются сюда для того, чтобы это понять, понять, что такое душа, как она получается, кто ее формирует, каким образом она рождается и эволюционирует. Этого они не могут понять, хотя технологически обгоняют нас на миллионы лет, а мы этим обладаем, понимаете, поэтому не просто у Бога нет других рук, Бог внутри нас. Абсолютно. Как приятно слышать подтверждение моим мыслям, как это приятно слышать. Если бы мы были рядом, я бы сейчас обняла бы вас крепко. будем считать, что мы обнялись в тонком плане. Дело в том, что это одна из тем, которыми я занимался с конца 80-х годов. Физика и математика человеческого сердца. Топология, математическая топология. Я этим занимался серьезно, и когда я разработал все это, я вдруг обнаружил, что этим давно занимаются другие. Я познакомился с людьми, которые сделали модели, физические модели, близкие к форме человеческого сердца, и вдруг оказалось, что это модель вселенной. Она работает, она способна откликаться на те или иные процессы и в человеческом сердце, и внутри нашей планеты, и в Солнечной системе. И что это строгая наука, которая говорит о том, что человек существо космическое, и что в нем действительно живет этот божественный принцип. Так его и надо называть. Другими словами это не назовешь. Поэтому мы не можем не делать этого, если мы хотим продолжать иметь право называться человек. Хомо сапиенс. правильный перевод мыслитель, а не мыслящий. А мыслитель, согласитесь, это уже кое-что, да? Да, да. Понятно. Хочу вас спросить один такой маленький вопрос сейчас. Мы спустимся на землю, на секундочку. В каком месяце вы родились? Это очень важно? Ну, просто я хочу, мы с вами родились в один год, я хочу знать, мы под одним знаком родились или нет. В июле. В июле, да? Во второй половине июля. Ага, я в сентябре, сентябрьская. Хорошо, и еще один вопрос, который я планировала вам задать по нашему списку. Что вы знаете по поводу людей с отрицательной группой крови? Можете прямо кратенько, если что-то знаете такое интересное? Это обширная тема, касающаяся генетических экспериментов над геномом человека, уже измененного, уже измененного. Здесь надо эту тему понимать правильно и не зацикливаться на какой-то одной узкой под теме, потому что это касается и истории метачеловечества. А это уже связано с, скажем, историей человечества, переданной в русле теософского какого-нибудь принципа или розенкрейцеровского. Очень много об этом сказано. Все это подтверждается многими артефактами из других источников. Все это подтверждается знаниями, идущими из древнего шаманского наследия Северной Америки, Южной Америки, Дальнего Востока. Это все взаимно подтверждающиеся источники информации о том, что человечество пришло на Землю в готовом виде, что известно, как это все было, по фазам, как это происходило, приноравливание к нашей планете, кто за всем этим стоял, какие силы, какие инженеры космические все это осуществляли, и как происходили трагедии, связанные со столкновением разных интересов на нашей планете, представлявшихся и защитниками принципа эволюции земного человечества, и захватчиками, которые видели свой вариант развития. И в конечном итоге это привело к тому, что уже перед самым-самым последним великим потопом от первоначального человечества, которое было засеяно на Землю через атмосферу, почти ничего не осталось, поэтому генетика уже была другая. И вот с этой генетикой начали работать все те же захватчики и другие, которые сюда прилетали в более поздние времена. И каждое такое воздействие оставляло свой след, поскольку генетика, закладывавшаяся первотворцами человеческого типа, а наш тип это лирианский тип, лирианское человечество так называемое, то есть нашего вида, если по-другому сказать, или близкого к нам. от этой генетики было что-то взято, и в результате этих опытов внедренческих были искажения, а первоначальная генетика сопротивлялась. И вот это сопротивление, я очень упрощенно сейчас объясняю, очень, это все сложнее на языке именно генетики, метагенетики, но сопротивление изначальной первотворческой генетики, это и есть появление отрицательного резуса в конечном итоге. Поэтому здесь можно дальше говорить о том, что было влияние рептилоидной расы, инсектоидной, некоторых других. если влияние было от очень уж совсем разных космических рас, то и резус был соответствующим образом более выражен и уже выражен по группам крови. То есть это достаточно такая хорошо разработанная тема в рамках тайно-космической программы. Там знают все, там знают абсолютно точно, какой вид резуса, при какой группе это влияние какой космической расы, которая сюда приходила и оставляла свой след. И в итоге современный человек, живущий на Земле, средний тип, я скажу так аккуратно, средний тип, имеет в своей генетике присутствие 22 космических рас. И все, кто сюда прилетают с целью изучить генетику, потому что в космосе после энергии времени вторая драгоценность это генетика. Это не что-нибудь другое. И в этом смысле нам нет рамок. Мы во Вселенной единственные существа, живущие на планете Земля, которые обладают такой информацией в нашей генетике. Ни у кого такой нет. Поэтому сюда прилетают очень высоко развитые цивилизации, которых мы называем, космические братья, которые выглядят непредставимо прекрасно. Они совершенны до дрожи, которая возникает у человека, который на них смотрит. Но они сюда прилетают для того, чтобы выжить. Представляете? Потому что в результате внутривидовых союзов, внутри своих рас, своих систем, они уже дошли до предела возможности и потенции, заложены в их генетику изначально лирианскую общую. И для того, чтобы продолжать эволюционировать и, значит, подниматься на более высокие уровни бытия, в более тонкие миры, им нужна свежая генетика в максимальном разнообразии. Это мы. Вот почему они сюда прилетают и бьются за нас, за наше будущее. Это их будущее, понимаете? Да. А некоторые из них это наше будущее. Они прибыли из будущего в прошлое и спасают самих себя, потому что они знают, что бывают странные события во временных линиях. Это отдельная тема, предельно четко разработанная тоже в рамках тайно-космической программы. И там есть технологии путешествия сквозь временные линии и специфические виды взаимодействия на этих линиях. Я сейчас ничего другого говорить не буду, потому что однажды мы получили сигнал, что пока этой темы не надо касаться. Осторожно. Сигнал от хороших людей, так скажем. То есть вы понимаете, о чем идет речь? Да, да. Что мы здесь являемся космической аристократией. Кстати, опять про кино. есть фильм Восхождение Юпитер. Ну там эта тема ну просто так показана. Ну это не в бровь об глаз, это просто в зрачок. Понимаете? Вот это то, о чем я сейчас вам только что рассказывал. И более того, в этом фильме однозначно указано, какая именно раса, какой именно род средиземных рас является элитарным в глазах и наших благодетелей, и наших врагов. Вот какой народ главный на земле? Ну у нас в случае в смысле другими может помыкать, указывать кому-то, а главный в смысле метавозможностей. И значит мета ответственности. Это всегда две стороны одной медали. Так надо понимать. Да, да. Я хотела сказать, что и у меня, и у моих зрителей теперь есть много домашней работы после этого видео. Пересмотреть все фильмы, перечитать все книги и так далее, и в общем расширить свое сознание. Это всегда прекрасно, это всегда интересно. Конечно. Мы же человек. Для этого мы здесь есть. Как сказал великий человек двадцатого века Фритя Фнансен человек создан для того, чтобы познавать и учиться. И когда он это не делает, он уже не человек. Совершенно верно. Согласна. Этот процесс должен быть постоянным. Хочу еще сказать, что ваша музыка прекрасна. Она действительно прекрасна. У вас какой-то необыкновенный звук гитары. Это какая-то особая гитара, какая-то очень ценная. Или как вы добились такого космического какого-то звучания. знаете, Наталья, у меня много гитар, но большей частью для записи именно гитарной музыки в последнее время я использую одну гитару одной фирмы. Я не буду ее произносить, чтобы не было рекламы. Она действительно хорошая, но она не сверх дорогая. Она очень скромная по цене, но она очень мощная по потенциальным каким-то качествам, которые в нее были заложены. А мне просто удалось с помощью современной техники, вот она может все-таки служить на благо человека, использовать то, что в нее заложено, добавить к этому некие пьезоэлектрические эффекты, пропустить через соответствующие устройства электронные. в результате мы получаем то, что вы видите, у меня за спиной вон там тоже мои устройства. Я сразу обратил внимание, да, там корг, очень хорошая штучка. Я тоже занимаюсь музыкой, выкладываю песни на мой канал, людям они нравятся, и я им за это очень благодарна, за то, что они меня слушают. Когда-то я мечтала стать певицей, но как-то не стала, занесло во всякие разные другие сферы меня. Но пение это то, что я очень люблю, вообще музыку люблю. Если бы люди знали великую силу правильного пения, они просто были бы потрясены. Это одна из тех, космически величайших способностей, которыми не обладают другие цивилизации, гораздо более высокие, чем мы, я имею ввиду наших братьев в человеческом обличии, которые, когда слышат, что происходит в эфире окружающем нас, они именно это слышат. Они в трепет приходят, потому что они не знают, не понимают, как это можно из ничего получить гармонию и распространить ее вокруг. Они по-другому взаимодействуют с пространством. У них тоже есть творчество, включая творчество с вибрациями, но они делают это по-другому. С помощью технологий, которые улавливают тоники планет, звездных систем, используют это в своем творчестве, но так, чтобы из себя они не умеют, а мы умеем. Поэтому это великое благо. Да, это великое благо, великое наслаждение. Для меня лично, когда я пою, я просто наслаждаюсь этим процессом. Ну и если это находит отклик в сердцах людей, это тоже здорово. Потому что это все во благо, во благо, и это нас объединяет тоже. Конечно, потому что внутри всего этого самое главное гармония. А если гармония, это космический закон, это не вещь в себе, это не для красивого слова, в гармонии проявлен закон золотого сечения. И тот, кто знает, что это такое, и какой-то золотой ключик, открывающий вселенную на любом уровне исследования, без разрушения предмета исследования, кстати, очень важно. А по принципу гермесотрезмегиста, по принципу подобия, те понимают, что музыка это действительно первое средство воздействия и на душу, и на сердце человека, и на высшее в нем, то, что он себе пока еще не познал. А правильная музыка позволяет человеку правильно себя познавать. А как было написано внутри храма в одном из мест в Элладе, правильно познавший себя познает Бога. Ну да, он же в нас. Он же в нас. Ладно, Юрий, мы уже далеко вышли за пределы часа, на который я рассчитывала, но с вами можно разговаривать бесконечно, все очень интересно. Я вас благодарю сердечно за то, что вы согласились со мной поговорить, и я очень надеюсь, что мы в будущем еще когда-нибудь может быть осветим какие-то темы, может быть, более подробно. Почему бы и нет, если у нас действительно получился разговор, и мне тоже очень приятно с вами общаться. Я чувствую вас, человека, глубоко знающего многие темы и чувствующего, самое главное. Понимаете, женщина все-таки существо чувствующее, лучше, чем мужчина. В этом есть сила, великая сила. Вот объединение женского чувствования и мужского интеллекта это непобедимость человечества. К этому надо стремиться. Да. Поэтому так нас сейчас стремятся разъединить, да? Конечно. Разъединить мужчину и женщину, разъединить семью, разъединить даже семейную клановость. Ведь нас же сейчас всех хотят разъединить, потому что поодиночке мы, конечно, слабее, поэтому надо держаться вместе. Конечно. И то, что они пытаются делать, это и показывает то, что мы должны делать. Вот они делают это, значит, туда направлено острие, значит, там мы должны укреплять наши позиции. Да. И у нас получится тогда все. Да. Ну, хорошо. Спасибо вам большое. Мы пока сейчас с вами прощаемся, но я уверена, что мы будем держать связь. Хорошо. Пусть так и будет. Всем, друзьям вашего канала, здоровья, процветания, благополучия, хорошего настроения, несмотря ни на что. Помните, что все в наших руках. Мы просто должны правильно действовать, а действовать правильно мы можем только тогда, когда мы думаем и все осознаем на всех уровнях. Вот в этом главная задача. Хорошо. До свидания. Счастливо.